всем привет с вами gothic с вами сократ не порадую своих подписчиков ролик не про rdr а про fallout 76 и мое супер предложение для всех вас для каждого моего зрителя и не только тех кто зашел на этот канал серьезная тема по поводу да как вы догадались из заголовка новая валюта fallout 76 донесите эту информацию до ваших любимых блогеров ютуберов она будет полезна всем в ролике будет присутствовать математика куча цифр мои выводы и как упростить жизнь каждому из вас и сделать наша комьюнити комьюнити именно более сплоченным и в конечном итоге добавить убрать вот эту искусственную выставленную планку разработчиками бетезда и мистером тоддом говардом по капу крыжик насколько вы знаете 30 тысяч на персонажей 150 тысяч на аккаунте с вами gothic и сократ погнали я надеюсь все таки администрация f76 хаба дискорда услышит меня и возьмет на заметку это это предложение и значит в чем она заключается смотрите у нас есть 30 тысяч крыжек и это максимальный кап крышки используются игроками для внутренних сделок и для продажи вендором как мы зарабатываем крышки это события которых вообще ничего не платят это супер мутанты от 3 до 5 крыжек и непосредственно вендоры 1400 крыжек в сутки на одного персонажа и того получается 7000 крыжек в сутки на аккаунт таким образом получается что в день примерно плюс-минус без продажи другим игрокам мы можем заработать где-то в районе 8 тысяч крыжек на все аккаунты плюс сделать это не проблема можно продавать сыворотки и ресурсы и так далее так далее каково мое реальное предложение что я предлагаю нам разработчики говорят вы должны взаимодействовать между друг другом мы должны взаимодействовать с игроками в роли там рейдеров там в роли торговцев и так далее так далее и поставили нам валюту крышки и тем самым ограничили их и выставив заоблачные цены в магазинах да там стимуляторы там 50 60 крышек груз там меди там 200 крышек и так далее так далее крышки фармится очень тяжело а мете листаль очень легко и соответственно непонятно откуда вот эта экономика она очень завышенная очень переоцененная на аккаунте я могу хранить 150 тысяч крышек купить какое-то топовое оружие стоит 120 тысяч крышек и ну в общем куча куча всяких водных а что я предлагаю смотрите реально реально мы как допустим если взять примеру игру метро можем обмениваться не только крышками мы же игроки мы же комьюнити мы же можем сами придумать чем мы можем меняться я предлагаю сделать следующее взять за единую валюту единый стандарт цену на ходовое сырье а в данном случае патрон 556 патрон 556 имеет вес и вы можете хранить его в инвентаре можете хранить его на твинке реальная его стоимость один к двум то есть одна крышка это два патрона то есть 05 продают ее по единице продают его по 2 но на хабе вы можете спокойно продать 20000 патронов за 10000 крышек у вас их сразу оторвут или допустим купить 20000 патронов за 10000 крышек то есть если вы продаете или покупаете это как бы без проблем от этой суммы мы будем отталкиваться один к двум за 556 чтобы его скрафтить мы не берем карту супер-пупер мы в конечном итоге добавим 30 процентов к ее стоимости мы берем 12 единиц стали 6 единиц свинца и 4 единицы пороха если брать за расчет 0 5 пороха 1 единица свинца это одна крышка и 0 5 крышки за одну единицу стали мы получаем что 32 патрона будут стоить номинально 14 крышек то бишь один к двум что это означает это означает что я предлагаю установить цены на самые ходовые ресурсы статичными для того чтобы в магазине придя в магазин к другому игроку вы понимали что он вас обманывает и реальная стоимость этого продукта в разы ниже или допустим продавец выставляет слишком низкую цену и соответственно реально его стоимость гораздо выше как это произойдет на практике я предлагаю установить цену стали 0 5 к одному то бишь на одну единицу крышки вы можете купить две единицы стали один к одному за свинец и 0 5 к запорах но мы имеем такое понятие как супер-пупер и соответственно мы имеем такую вещь как груз который содержит в себе вообще пластик пластмассу я имею ввиду таким образом мы можем к общей стоимости прибавить еще 30 процентов потому что супер-пупер прокнет у вас будет халява то бишь а прокатом с 30 процентным шансом отсюда порох может стоить один к одному ввиду того что достать его действительно сложно только у супер мутантов и падает он 4 единицы либо скрафтить его язык стиле из текстиля и кислоты мы получаем 15 единиц достать кислоту и также скупает 1 к 6 на хабе и нафармить ее можно также через мастерские к чему я это веду к тому что реально единица пороха за счет стоимости патрона и проканье карты это один к одному таким образом получается что основной вид деятельности ресурсов такие как сталь должны стоить 0 5 либо 15 крыжек за один груз с учетом стоимости пластика и проканье карты это может быть цена и 20 крыжек за один груз свинец один к одному то бишь 25-30 крыжек максимум за один груз и также 25-30 крыжек стоит пластик по крайней мере в моем кампе за эти цены вы можете спокойно их покупать потому что я не да и в принципе написав мне в дискорде вы можете это купить ссылки на дискорд в описании для чего я все это предлагаю для чего это новая валюта скажете точнее новая валюта способ обмена типа вот это бред какой-то выскочка тут появился предлагать какую-то фигню потому что вы подписчики 1 феста имейте безграничный инвентарь и хранить там условно 15000 стали а это 7500 крыжек гораздо приятнее нафармить сталь на урановой лихорадке 800 единиц за 8 минут не проблема в принципе нафармить сталь не проблема она уходит на патроны она уходит на гвозди а это один из самых ходовых ресурсов и это как хлеб как молоко как условно там мясо который не может отличаться в цене в разы мы люди можем договориться и установить свою экономику сами я предлагаю цену 05 за эту цену я куплю или продам вам этот ресурс ну в частности продавать пока не буду потому что у меня у всего самого немного его но куплю у вас легко за 0 5 единиц если вы хотите получить быстро крышки продайте мне сталь продайте мне свинец я потом его сам реализую в те же патроны перепродам патроны получу эти же крышки значит все мои расчеты исходили из стоимости патронов которые очень легко продать или очень легко купить проблема лишь в том что патроны имеют вес и их тяжело хранить у меня подписка first поэтому у меня нет проблем с хранением ресурсов вот таким вот образом я считаю что цена на ресурсы в кампе должна быть статично установлена постараюсь донести эту информацию дура до модераторов дискорда f76 хаб где происходит русской говорящем сегменте все обмены сделки и хочу чтобы вы реально понимали что человек который продает груз стали за 50 крышек ну молодец кто-то у него кто купит а кто-то не купит кто-то сам думает какую цену выставлять у меня в кампе опять же повторюсь вы можете купить сталь за 20 крышек за груз соответственно и продается и покупая сам собственно примера за такую цену 15-20 за счет стоимости ресурсов исходя из стоимости патронов в общем я повторяюсь но надеюсь что моя тема будет услышана обязательно напишите в комментариях что вы думаете по этому поводу если это действительно наберет какую-то популярность эта тема то я постараюсь донести эту мысль до стресса до сте геймера до овера до лора и так далее так далее до всех кто занимается 76 фоллаутом кому этот продукции не безразлично то всякие ютуберы выскочки типа культасы и так далее которые только и могут что оскорблять беседку и 76 фоллаут не играя в него только читая reddit и как там все плохо кока-кока все так ужасно у одни читеры и так далее так далее ой короче господа как вы думаете готовы ли вы продать какое-то оружие не за 15000 крыжек а за 10000 крыжек и 10000 стали если вам эта тема интересна поддержим ее распространим и только мы в состоянии внутри нашего русскоязычного комьюнити сделать именно ту валюту которая нам будет удобно они так которые имеют предел если бы крышки были бы хранилище бесконечное количество я бы никогда бы не понял эту тему но исходя из того что на моих аккаунтах сто пятьдесят тысяч крыжек по 30 тысяч каждого ресурса мне проще продать какое-то свое оружие или какую-то броню за крышки а точнее за ресурс они за крышки вот такая тема с вами была готика сократ подписываемся на канал если тема зайдет продолжим дальше по фоллаута rdr не забыт безусловно будем дальше разбирать все темы скоро будет ролик про лучшие покупки в игре и худшие покупки в игре пока